Ну вот, дорогие друзья, я продолжаю второй репортаж о Куке. Вот в этих краях погиб легендарный мореполаватель Кук. Я сейчас нахожусь на площадке, вот это был жертвенник, он так и остался. Такая вот площадка с камней, а в эти края прибыл Кук. Вот такой жертвенник. Большая такая площадка, выложенная из камней. Это считается жертвенником. Но почему абориген съели Кука? За что не ясно? Молчит наука. Мне представляется, совсем простая штука. Хотели кушать и съели Кука. Вот это вот тоже непонятное, что это такое за строение. Что кричал, что очень вкусный Кук на судне Кука. Была ошибка, вот о чем молчит наука. Хотели кока, а съели Кука. Там несколько построений. И вовсе не было подвоха или трюка. Пошли без дука, совсем без дука. Вот это такая большая площадка. Дубинку из бамбука. Тюк прямо в... Я нахожусь наверху этого жертвенника. А Кук прибыл сюда с кораблями. Что Кука съели из большого уважения. Что всех науськивал колдун, хитрец из люка. А ту, ребята, хватайте Кука. Кто уплетет его без соли и без лука. Тот сильным, смелым, добрым будет вроде Кука. Кому-то под руку попался Каменюка. Меднул гадюка. И нету Кука. А дикари теперь заламывают руки. Ломают копии, а ломают луки. Сожгли и бросили тупинки из бамбука. Переживают, что съели Кука. История одной научной загадки. Или почему аборигены съели Кука. Ну вот, с вами ваш покорный слуга. Вырвавшись из рук своих подруг. Дон Павло. Вспомните, как к берегам Австралии Подплывал покойный мини-кук. Там в кружу кусившись под азари. Продолжение следует... Продолжение следует...